Индивидуального подхода к выбору терапии, его сделает Ирина Николаевна Трагиром. Пожалуйста, Ирина Николаевна. Добрый день, уважаемые президиумы, коллеги. Мой доклад сегодня будет посвящен новому препарату прямого противовирусного действия при поддержке МСД. Сначала хочу в очередной раз сказать, что да, действительно, за 15 лет, если мы посмотрим динамики, с 2009 года у нас значительно снижается заболеваемость хроническим гепатитом С, но это все равно приличные показатели. Наконец, с 2018 года 32,72 на 100 тысяч населения. Это очень высокий показатель. Если мы посмотрим среди других стран, то это, к сожалению, нам есть еще к чему стремиться. В среднем у нас, точнее, не в среднем, а по процентам 74 из всех хронических гепатитов, это как раз гепатит С. По Российской Федерации показатели 32,73. В сравнении в Москве заболеваемость сохраняется 56,44. За прошедший 2018 год выявлено было, как уже говорили, 6,973 случаи. При этом вылечено было 2,186 человек препаратами прямого противовирусного действия и всего порядка 4,5 тысяч человек. По Центральному федеральному округу в целом, я вам скажу, что ситуация гораздо более плачевная. И поэтому когорта наших пациентов очень велика и разнообразна. Что касается наших пациентов, вылечить мы всех вовремя не смогли. И с молодой группой, которая легко поддается терапии, они плавно у нас начинают перемещаться в более возрастную группу, у которых есть сопутствующая патология, которая нуждается в постоянном приеме каких-то дополнительных препаратов. Если мы посмотрим по стадии фиброза, то фиброз, конечно, пока еще у нас порядка 74% ВТФ0 и В2, который хорошо лечится. Но опять-таки, учитывая сопутствующую патологию, требуются препараты более серьезные. Если мы посмотрим по среде других стран, у нас Российская Федерация, порядка на 75% фиброз благоприятный, но это скорее говорит о нашей недоработке, потому что фибросканирование печени в регионах делают очень редко. Вот что касается возрастных групп, сейчас основная группа – это все-таки 30 до 60 лет, а 30 до 60 лет. И вот у нас возникают вопросы. Что мы делаем? Мы копим пациентов, которые практически уходят в цирроз с высокой долей вероятности развития рака печени, заболеваний, которые приводят к смерти, связанные с гепатитом С, декомпенсированный цирроз – это 25% где-то, и развитие компенсированного цирроза на 175% выше. Это будет к 2030 году. О том, что гепатит С у нас – это системное заболевание, мы все прекрасно с вами знаем, и наиболее частые – это сахарный диабет и болезнь почек. Почему я делаю сейчас акцент? Потому что хроническая болезнь почек – наиболее частое осложнение, так же, как креоглобулиномия и сахарный диабет. По болезни почек доказана прямая взаимосвязь, причем механизмы тут разные. Во-первых, это механизмы, связанные с возникновением иммунокомплексного гомералнефрита, и прогрессирование фиброза печени, которая ведет к гепатериональному синдрому. Ну и сахарный диабет, в свою очередь, тоже вызывает поражение почек, сосудов. И что касается пациентов, которые страдают хронической болезнью почек, они как это может быть заболевание, связанное непосредственно с гепатитом С, так и во время диализа они рискуют получить это заболевание. Из всех тех препаратов, которые у нас есть, я всегда была приверженцем интерферонтерапии, но, к сожалению, с сопутствующей патологией интерфероны показаны далеко не все, хотя комбинированные схемы достаточно очень высокоэффективны, но доля противопоказаний достаточно велика. Поэтому очень хорошо, что у нас появились новые препараты, которые позволяют лечить нам сложных пациентов. И сегодня я хочу уделить больше внимания препарату, который называется зиподир, грозеприэлбосфир, где комбинированный препарат с фиксированной дозой, одна таблетка в день, все прекрасно, замечательно, от 8 до 12 недель. Широкая активность против большинства генотипов гепатита С, и эффективность как для наивных пациентов, так и для пациентов, которые ранее были неэффективно пролечены, в том числе и для пациентов с коинфекцией с ВИЧ. Сопоставимая эффективность идет у пациентов и при 8-недельном курсе терапии, и при 12-недельном курсе терапии. Т-94-98%. Европеоидная наша раса более, скажем так, отвечает, более хорошо отвечает на лечение. Если мы посмотрим больные просто с моноинфекцией гепатита С, и с коинфекцией ВИЧ, эффективность практически одинаковая. Без цирроза и с циррозом, как видите, это 96-100%, эффективность очень высокая. Что касается болезни почек. Вторичный анализ исследований в СиСерфер пациенты с первым генотипом и хронической болезнью почек 4-й и 5-й стадии показал, что среди всех пациентов с хронической болезнью почек 3-й стадии не было замечено эпизодов снижения клубочковой фильтрации. Исследования СиСерфера, опять-таки, эффективность, доказали у пациентов с сахарным диабетом. Вот если мы посмотрим столбик без сахарного диабета и с сахарным диабетом, даже почему-то получился эффект выше. 3% – это небольшая разница, практически одинаковая. Что касается межлекарственного взаимодействия. В чем выигрывает препарат? По сравнению со всеми последними препаратами, которые есть, он вызывает клинически значимых, межлекарственных взаимодействий практически нет. То есть около 3% – это очень низкий показатель. И противопоказания в виде с межлекарственным взаимодействием около 2% – это очень низкий показатель. Это очень хорошо. Прекрасно сочетается со статинами, с препаратами от сахарного диабета, с оральными контрацептивами, чего нет у остальных препаратов. Но самое главное, что есть люди, которые очень подвинуты, им показано применение ингибиторов протеонной помпы. У данных категории пациентов, как при длительном применении, так и периодическом применении, противопоказаний нет. Так же, как и статины. Все мы прекрасно понимаем, что чем старше возраст, тем больше таких у нас пациентов, которые нуждаются в наблюдении по артериальной гипертензии и сахарному диабету. Если мы посмотрим сопоставимость, я хочу сказать, что в чем смысл сегодняшнего доклада. У нас очень большой выбор сейчас препаратов прямого противовирусного действия. Каждый препарат у нас сейчас точечно попадает в каждого пациента. Прекрасный препарат Мейверет, которым лечим детей. Прекрасный препарат, о котором говорила у нас Елена Анатольевна, который можно сочетать с препаратами токролимус, онкобольных. В данной ситуации, если вы посмотрите, препарат зипотер тоже один из лучших препаратов, получается, по сочетаемости при сопутствующей патологии. Эффективность у пациентов ингибиторов протеоновой помпы, о которой я уже говорила, постоянное применение, это 96% эффективность и без побочных эффектов. И те, кто принимает не систематически, порядка практически, это окажет 97%. В исследовании СИИКОРЛ участвовали разные страны, в том числе Россия. Доказана высокая эффективность, включая Россию, получилась даже самая высокая эффективность данного препарата, до 99%. Но, к сожалению, у нас мы всегда должны руководствоваться как и эффективностью препаратов, так и фармакоэкономикой. Вот эти цифры были озвучены в начале 2019 года. Если мы посмотрим на тот момент, препарат стал еще достаточно ощутимым. Что произошло 25 июля? 23 июля. 23 июля произошло значительное снижение цены. Большая работа компании, большие молодцы. Это большой посыл к остальным фирмам, к тому, чтобы они снижали цену, чтобы у нас появилось больше возможностей лечить наших пациентов, большее количество. Цена для нас, к сожалению, играет огромную роль в свете наших экономических данных. Я хочу призвать всех только к одному. Когда мы решаем, какие препараты нам покупать, мы должны в первую очередь, конечно, исходить из модели пациента. Но не забывайте еще и о том, что за эту же сумму можем пролечить большее количество человек. Спасибо вам за внимание. Будьте избирательны.